Есть мысль, что опыление томата шмелями служит причиной появления некрасивых плодов. То есть плод, который там такой, на нем рупцит коричневый, это чаще всего бывает на первом плоду, на первой кисти. Как будто это как королевский цветочек только на томате. Это от шмелей такого не может быть, потому что шмель не контактирует с будущим плода томата. Он ведет контакт с лепестками на цветочке. А это пошло с перца. Если применить, я видел самый такой эффект, прием, если применить шмелей на перце, то происходит следующее. Шмель садится на цветочек и собирает на нем пыльцу, ведь у шмеля цель собрать пыльцу, а не опылить. И он касается не лепестков вот этих, которые, как на томате, закрывают цветочек, а касается уже самого будущего плода. И он цепляется лапками на этот плодик, то есть на эту часть цветочка, то есть на этот околоплодник, цепляется и наносит ранки. Как на томате. Вот у нас видно на дно томата, какой уже цветочек опылился, какой еще не опылился. То есть там, где есть следы лапок шмеля. И если такое происходит на перце, то эти лапки он оставляет уже на будущем, вот этом плоду нашим. Эти потом ранки рубцуются, и плод растет. И по мере роста этот шрам разрастается. И тогда явно шмель портит плоды, делает их некрасивыми на перце. И за своих лапок. На томате же, то, что мы видим, такое некрасивое cat face, либо тещина улыбка, это еще называется. Это залаживается гибридом во время формирования первой кисти на 10-12 день от сходов. Либо переизбытком азота аммонийной формы, либо избыток каких-то гормонов. То есть это на гибридах есть, на одних нет. Но этот шмель такой не может сделать, потому что он не может даже к нему прикоснуться. Также к опылению. Часто бывает, рекомендуют шмелей применение на перце, если им хватает питания. Допустим, вот этот цветочек, он закрыт еще. То есть, ну как закрыт? Тычинки. Закрывают пестик. И нету, если, к примеру, сюда сядет шмель, нету прямого контакта с будущим этим плодом. Там он дальше, вот зеленый. То есть, если сюда он сядет один раз, то произойдет, наверное, максимально качественное завязывание. А если шмелян будет очень мало цветочков, а на перце их гораздо меньше, например, чем на томате, я бы сказал, в 5 раз меньше, то они будут заедать этот цветочек и прилетать к нему в таком вот возрасте, когда уже видно, ну то есть уже тычинки отошли от пестика, вот тычиночки наши, которые вокруг пестика, и открыли, оголили будущий плод, и он будет лапками касаться не один раз, а несколько, и царапать околоплодник, который мы едим в пищу, и который делает нам товарный вид. То есть, скорее всего, на перце шмели будут уместны, если под них будет рассчитана нагрузка по количеству цветочков. Какая именно, это нужно будет узнавать. Но когда им мало цветочков, они их заедают и вследствие чего травмируют плод. На томате, чтобы было мало цветочков, то это не так губительно, потому что все-таки он царапает лишний раз, лепестки, которые долго сохраняются вокруг плода, и они остаются до всегда целыми, плоды, после шмелей. В продолжении нашего разговора насчет шмелей на перце и вообще на томате, вот здесь растет штук 600 растений, и стоит улик, в нем 40, по идее, рабочих особей, и им немножко не хватает этих цветочков, они часто сюда подлетают. И здесь, да, вот они бывают несколько раз, вот после них следы остаются, после этих шмелей. И здесь он касается лапками лепесточков, то есть этих тычинок, ну лепестки вот, а вот тычинки. И там внутри пестик, который переходит в плод. То есть он касается тычинок, которые защищают будущий плод от повреждений. А на перце это происходит гораздо быстрее, и то есть нужно, к примеру, улик, которые там 40 рабочих особей, обычный стандартный улик со шмелями, наверное, на суток 20, а может быть 30, но это, скорее всего, лучше скажет специалист, сколько там должно быть. Вот здесь тоже уже были шмели, они здесь поработали. Вот тут вообще вот заели, этот опылился, этот фокус. На этом были, на этом тоже вот были, но, наверное, будут еще, потому что их цель не опыление, цель шмелей, а цель набрать побольше пыльцы, чтобы прокормить свое потомство. КОНЕЦ